МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть предки, есть история. Кого-то мы любим, кого-то боготворим, а кем-то гордимся. Гордимся, наверное, теми, кто, прежде всего, отдал свою жизнь за тебя, за твою родину, за твоих детей, внуков, правнуков. Ну, одним из таких является и мой дед, это Зимин Дмитрий Иванович, уроженец Сибири. Мы коренные сибиряки, не по Столыпинской реформе пришли. Очень-очень давно жили в Сибири. Родился он в селе, в село Кавказское, Красноярский район, Красноярский край. Начинал с Батраков, учился. Потом был директором шахты в Черногорске, ну, там, механиком, главным инженером, потом директором шахты, потом был секторем горкома города Черногорска. И вот в 42-м году снял бронь. Они сходили, была бронь у них от войны, от фронта. Шел на фронт. Служил он, был замкомандиром танкового полка. Гвардия майор, дед погиб под Будапештом. Город Веспрем есть такой, это в районе озера Болотон. Там шли самые страшные танковые сражения, бои. Это погиб он 23-го марта, считайте, полтора месяца не дожил до победы. Они ехали с адъютантом на машине. Единственное, есть разночтение. Или на мини подорвались, или попали под артиллерийский обстрел. Шел бой. Время боя. Я нашел потом время, возможности, знаете, как зов такой, найти, где погиб дед. Или хотя бы побывать на том месте, где твой предок отдал жизнь за твою жизнь. Знаете, это незабываемое чувство, когда ты приходишь именно на то место, где лежит твой дед. И все наши солдаты, которые там погибли, начинаешь понимать, кто ты есть. Что ты россиянин, неважно, там, русский, узбек, татарин. Ты начинаешь понимать, и не делишь, кстати, там не делишь себя. Советский Союз, Россия. Начинаешь понимать, и видят те цифры, сколько их там погибало. Понимаешь, что это не наша земля, это уже чужая земля. А мы там, около 600 тысяч легло наших солдат, офицеров, генералов. Мы в течение недели искали именно место захоронения. Замок, возле замка такая площадь была выбрана, и там был обелиск. Памятник, не обелиск, а памятник со всеми именами. Нам объясняют, что нет его. Меня давно такое не посещало. Горечка какая-то, обида. Знаете, когда бывает и ненависть. Общая площадь была забетонирована. Бетон был. А этот пятигранник такой, свежий асфальт. Буквально прошло, кажется, три года, как мы приехали, когда они снесли это. Но там начинаешь остро понимать, что ты обязан чтить, ты обязан помнить, ты обязан передавать эту память. Да, прежде всего, конечно, своим детям, внукам, правнукам. Эта история для них должна быть не только предметом гордости, но и, наверное, таким, знаете, как называется, бесправо на ошибку в этой жизни. Потому что кто-то отдал уже из твоих кровных родственников жизнь за тебя, защищая всю страну. И, прежде всего, да, он защищал нас, свое будущее. Память нужна, знаете, тем, что память нужна точно живым. Почему? Им нужно праздновать, почему им нужно уделять внимание сегодня еще раз и более активно, наверное, участвовать в этих процессах и рассказывать всем поколениям. Субтитры создавал DimaTorzok